Константинов дары Львена Константинова, подложный дарственный акт Константина Великого Римскому Папе Сильвестру. Впоследствии он вошел в состав лжеседоровых декреталей, а с половиной эксай служил одним из главных оснований для папских притязаний на верховную власть как в церкви, так и на высший сюзеренитет в средневековой Европе. Происхождение документа доподлинно неизвестно. Предполагается, что он был изготовлен во второй половине восьми или в девятом веке, возможно в аббатстве Корбия во Франции. Документ говорил о передаче Константином и верховной власти на к Западной Римской империи главе Римской церкви. Фальсификация была частью сделки между мэрдомом Пепином Тремя, желавшим обрести официальный статус короля франков и папским двором. Содержание сочинения. Сочинение составлено в виде послания от имени императора Константина Великого к римскому папе Сильвестру. В послании говорится о том, что Константин заболел проказой, болезнь поразила все тело государя. Многочисленные врачи, собранные к императору в Рим, не могли ничем помочь больному. После этого к Константину приходят служители языческих храмов и говорят императору о том, что он может очистить свое тело от болезни. Для этого он должен поставить в языческом храме купель, собрать младенцев, зарезать их. Кровью горячей убитых детей император должен наполнить купель. После этого, погрузив свое тело в купель, император получит очищение своего тела и исцеление от болезни. Император слушает языческих жрецов, собирает младенцев и готов их зарезать, но тронутый плачем матерей и детей. Император Константин отказывается от своих намерений и отпускает матерей и детей с дарами. В эту же ночь во сне к императору являются первоверховные апостолы Петр и Павел, которые хвалят императора за то, что он не захотел убивать младенцев, после чего объясняет ему, как он может получить исцеление. В каменных пропастях горы Сарепта скрывается от гонений епископ Рима Сильвестр. Вместе со своими клириками император должен найти его, а Сильвестр научит Константина божественным догматам и трижды погрузит императора в купель. После крещения император очистится от проказы фрески капеллы Сан-Сильвестр в римском монастыре Сан-Ти-Куат-Тро-Коронати. Проснувшись император находит Сильвестр и спрашивает его о том, какие боги ему явились во сне. Сильвестр объясняет Константину, что это не боги, а апостолы Петр и Павел. После чего епископ повелевает своему архидейкану принести иконы. На иконах император узнает лица Петра и Павла, которые явились ему во сне. Сильвестр отводит время для покаяния Константину. Повелевает императору одеться во вретище и находиться внутри латеранской палаты, где царь должен каяться о своих грехах. После того, как время, отведенное на покаяние, закончилось, епископ Сильвестр крестит и миропомазывает императора. Император получает исцеление от проказы. После этого в своем послании император объявляет римского епископа, имеющего высшую духовную власть. Главнейшим епископом над всеми остальными епископами император устанавливает закон, согласно которому епископ Рима господин и начальник над Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским престолами и вообще над всеми живущими на земле архиереями, священниками и христианами. Все в христианском мире должен решать суд, который совершает епископ Рима. Он же должен издавать законы для всех христиан. После этого император Константин строит церковь внутри латеранских палат. Для этого Константин на своих плечах приносит 12 кошниц земли в это место. В благодарность за святое крещение и исцеление император Константин дарит епископу Сильвестру и всем его наследникам свою корону, коня, любимый латеранский дворец и всю западную часть Римской империи. Епископ возвращает корону императору, но власть над западной частью Римской империи оставляет себе. Прески капеллы Сан-Сильвестра в римском монастыре Сантикуатра Коронати император кладет в новопостроенных церквах тело Петра и Павла, богато украшает их и дарит римскому епископу земли, села, виноградники и озера, утверждая закон до скончания века, согласно которому никакой светский начальник не смел прикоснуться и отнять что-либо из имущества, принадлежащего церкви и не смел прикоснуться к церковным пошлинам, собираемым в население на Западе. Факт подлога доказал итальянский гуманист Лоренцо Дело Ловало в сочинении о даре Константина, опубликованном в 1517 Уллерихом фон Гудьтеном. В грамоте значится, будто бы Константин Великий, при крещении его папой Сильвестром и вместе с тем при исцелении от проказы, которую он был поражан перед этим, подарил папе знаки императорского достоинства, латеранский дворец, город Рим, Италия и все западные страны. Свою же резиденцию перенес восточные страны на том основании, что главе империи не подобает жительствовать там, где пребывает глава религии. Наконец, римскому папе предоставил главенство как над четырьмя кафедрами – Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Константинопольской, так и над всеми христианскими церквами во всей вселенной. Когда подложность эта уже не могла быть опровергаема, католические авторы, следуя примеру кардинала Барония, еще в 18-м столетии стремились по возможности спасти содержание акта. Лишь в 19-м столетии в Риме совершенно отказались от него. Значение на Востоке. Восточные церкви также не сомневались в подлинности акта и он приводился греческими канонистами. Но здесь он претерпел некоторые изменения. Дело в том, что Вселенские соборы в отношении преимуществ чести уравнили Константинопольского патриарха с римским епископом А.С.8. А.С.В.В. Окончательно считалось выясненным преемство Константинопольской кафедры от апостола Андрея. Ввиду всего этого, дарственный акт Константина истолкован был в Альсамуном в том смысле, что прерогативы, дарованные Константином римскому папе, принадлежат и Константинопольскому патриарху и вообще всем патриархам, имеющим апостольское преемство. В таком измененном виде Вена Константинова перешло в русскую церковь. В последствии, когда Москва стала считаться третьим римом, а московские цари в степенной книге производились по прямой линии от Цезаря Августа, Вена Константинова стали толковать в интересах русского духовенства, в ограждении имущественных и судных прав его. В этом году, уже собор 1503 год, выставил Вена Константинова в числе аргументов в пользу монастырского землевладения. Еще большую роль оно сыграло на соборе 1551 года. Возвлечение из деяния этого собора известным под именем 100 глав, 16 глав посвящены аргументам в пользу неприкосновенности церковного суда и церковных имуществ, и из них 60 глава, представляющая собой отрывок из Вена Константинова, занимает едва ли не первое место как по мнимой древности своего происхождения, так и по широте прав предоставляемых ею церкви. 1580 архиереям и монастырям запрещено было вновь приобретать недвижимое имущество, но и после этого 60 глава 100 глава сохранила свое значение, так как ею ограждалась неприкосновенность того имущества, которое издавна принадлежало церкви. Ввиду этого отрывки из Вена Константинова помещались в требниках патриархов Филарета Иосифа и Д.Р. Еще большее значение оно получило при патриархе Никоне, который вступил на патриарший престол, с тем условием, что гражданская власть не будет мешаться в дела церкви. С целью защиты своих притязаний Никон поместил Вена Константинова в числе дополнительных статей к печатной кормчей книге, приготовленной к выпуску еще при патриархе Иосифе. Здесь Вена Константинова излагается в самой обширной редакции сравнительно с редакциями византийских канонистов именно с надписанием. Исповеданием веры от лица Константина рассказом о поражении его проказы, о сонном видении, о крещении, исцелении и с самим дарственным актом. На Вена Константинова ссылается царь Алексей Михайлович в указе 1669 оборотов иконном писании, оно по-прежнему печатается в кормчей книге. В избе ошибочно написано, что в дополнительных статьях к печатной кормчей книге использовано название Вена Константинова. Это неверно. Сборники «Середина Хайвивека» название «Дара Константина» С.Т. Слав. И.Ж.Е.В. Твердый знак Царь Еха Твердый знак П.Р. Твердый знак В.К.Мега Христианина С.Т. С.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е.В.Е которому особое значение придают старообрядцы, укоряющие патриарха Никона в том, что он «отвержи белый святый клобук и черный положи на себе» текста дара Константина, текст на латыни, текст на старославянском, текст на старославянском, текст на церковнославянском 1653 год.